ОЧАКОВ ТВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Приветствую. Привет. Где-то я вас видел. Интересно, где? Вы из какого города? Город Ухта. А, Ухта. Слушайте, это же, какая область это, напомните мне? Республика Коми. А, это Коми. Не-не, я был просто в прошлые выходные на дне рождения, но это было не в Коми. Не в Коми. Может мы там виделись с вами, но это, это значит не вы были. А где это было у вас? В Питере. А, в Питере. Понятно. А сами где? Я в Калифорнии сейчас. Ух ты ж, нифига себе. Калифорния. Как у вас жарко сейчас? Ну, в целом, да. Ну, сегодня, сегодня нормально. А так, вообще, постоянно кондиционер включается и в доме, и в машине, везде. Так вы записываете? Я, по-моему, вас где-то я видел на ютубе или как? Или я ошибаюсь? Я не знаю. Слушайте, откуда я могу знать? Видели вы меня или не видели? Ну, вы записываете. Да, я записываю. Причем тут? Видел, видел, видел. Не, не, просто я видел ваши высказывания и так далее. И что вы думаете по этому поводу? Не знаю, правильно говорите. То есть, вы согласны со всеми моими мыслями, да? Да, да, согласен. Несмотря на то, что вы россиянин. Ну, то, что насчет спецопераций. Ну, в основном мы говорим, да. Ну, вы можете ее назвать, конечно, спецоперацией, но если вы, так сказать, все-таки умеете анализировать, вы же понимаете, что это, вы так называете войну. Нет, анализация идет как? Дело в том, что тут нет одной стороны. Конечно, в войне всегда есть две или более сторон. Вы тут абсолютно правы. И тут есть третья сторона, которая, она, как сказать, хочет добиться того, что она хочет. Это какая сторона? Это Россия хочет захватить Украину, я знаю. Украина хочет освободиться от захватников российских. Каждая сторона что-то хочет, конечно. Нет, она в свое время хотела освободиться от чего? В какое свое время? украина украина в какое свое время когда было разделение ссср просто распался на отдельные страны и каждая страна из отдельных государств и из 15 из 15 из 12 это было 15 государств не хотел вас расстраивать возможно возможно я понял вы наверное историк специализируетесь в истории распада ссср по вашим знаниям нет а кто вы по специальности я историю люблю но я вообще знаю древнюю русь и так далее откуда пришла киевская русь и так далее можно так сказать откуда вы расскажите мне откуда вы киев скажу пришла откуда она пришла вы можете сами сказать про это не не а я же не знаю вы сказали что вы знаете вы расскажите мне нужно рассказывать а вы знаете но мне не расскажете потому что вы конечно что я знаю а вы не знаете а нет нет вот это правило тут тут я с вами согласен ладно подождите давайте вернемся к нашим баранам вы не считаете эту войну войну вы считаете спецоперации но за всю историю россии мор не россии даже сказать 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 руси или как-то ну кто как хочет как называет кто россия на кого нападала в последние там допустим там двести-триста лет по твоим не назовите да легко конечно на финляндию на финляндию да простой пример вы можете его как-то а не то что в финляндии хотела мы говорим кто на кого нападал никто что вот а кто на кого напал конкретно конкретно советский союз напал на финляндию а вот при советском союзе вы мне не рассказываете потому что советский союз у нас с какого года у нас официально да с какого года когда нас вы можете немножко телефон угол поменять чтобы я видел ваше лицо а не только лоб куда с какого года советский союз давайте а потом скажите мне сколько будет 7 и 8 по усложнению вопросы 7 и 8 48 правда неправильный ответ но я вижу что попытка была хорошая ну ладно неважно я понял а советский союз не по не помню по моему 20 лет и вот дело в том то что вы считаете тоже спецоперация она неправильно а то что как а то что когда америка да получается штаты участвуют в каждых конфликтах то есть они считаются миротворческими конфликтами и хотят добиться чего сейчас только участвуют конфликтах вы оправдываете свое вторжение в украину я правильно нет 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 давайте тогда мы закончим сейчас вот с отношениями военными между украина и россии а дальше перейдем к штатам но перейдем ворничеству и так далее обо всем поговорим я же без проблем все объясню я вижу вы грамотный человек таблицу умножения знаете историю знаете когда советский союз образовал знаете ошиблись правда лет на семь здесь на 8 на а там на 8 цифр ошиблись вы а так все вы знаете конечно да давайте поговорим давайте расскажите мне почему это спецоперация к чему не война почему конкретизировать или нет да конечно конкретизируйте пожалуйста почему это спецоперация а не война но во-первых это операция для того то что защитить граждан российской федерации от агрессии я вас почему вы еще называете на спецоперации они войны они цели и не цели этой войны я вас спросил почему вы считаете что это не является войной а является спецоперацией простой же спецоперации почему я считаю потому что как вам объяснить вот взять какой-нибудь там другую страну допустим не и украину просто нутка какая-то страна живет до ее внутри самого самого субъекта ведется война уже более восьми лет до между собой и они хотят чего-то добиться и хотят какой-то конкретики добиться и у них это не получается одна другая страна конкретная третье лицо можно так сказать пытается сделать так что он пыжился 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 и убежал нажал все-таки на следующий в результате а я думаю что он придумает советский союз у него оказывается образовался в двадцать девятом году а семьи 8 он сказал 48 ну вот все остальное естественно включая намного более сложные вещи как вот это то что называют спецоперации там отличие от войны и так далее естественно он не может понять не хочет понять не понимает и я не вижу просвета что он это поймет когда-нибудь пока он не будет знать какие-то намного более элементарные вещи чтобы судить о более сложных все таки вот так вот я думаю и и и и и